здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж у меня такие волосы не свежие трехдневные на лице нет ни капли макияжа нет даже лака для ногтей и сегодня я не планировала записывать никакие видео сегодня 8 марта сегодня в нашей семье праздник и я думала что приведу себя в порядок как раз таки после после обеда на виду красоту и марафет но случилось неожиданное и решила я записать видео потому что я нахожусь на парковке многие возможно даже вспомнит на парковке того центра где я делала улучшение для своего лица что я сделала тогда я поставила нити всего шесть раз два или 44 наверное раз два раз два и я уколола боток что когда я улыбаюсь а я очень люблю улыбаться у меня не собирались морщины а сами морщины по себе меня не расстраивали меня расстраивала как раз таки то что формируются уже что называется мимические потому что да много улыбаешься морщины рано или поздно к тебе придут и помните я рассказывала вам интересные случаи что я приехала сюда в эту клинику снимать для того чтобы сделать видео и рассказать вам о том как итальянки себя улучшают сколько это стоит какие процедуры пользуются особенным спросом и многие вспомнят видео когда я приехала мне предложили лечь и сделать как делают видео допустим в инстаграме ты лежишь такая вся с макияжем у тебя губы подведены все у тебя здесь и тональный крем и тебе якобы что-то тут колет по тебе чем-то там водит мне бы предложили такое сделать более того мне предложили даже на своем теле показать какие-то процедуры то есть мне приготовили а тута это такой типа комбинезона который ты надеваешь для каких-то там процедур ну в общем то и тогда я развернулась и ушла и мне было очень обидно и некий даже конфликт и невзаимопонимание произошло у меня с доктором который кстати очень хорошо мне уколол ботокс и очень хорошо сделал мне вот эту коррекцию верхней губы довольна ли я верхней губой и нитями да довольно потому что на монтаже я заметила что когда я очень активно говорю записываю свои разговорные видео у меня стали формироваться получается перпендикулярные морщинки и этот дефект ушел не дефект это скажем так натуральная вещь она действительно снивелировалась я хочу также сделать и в нижнюю губу чтобы меня губы были такие естественные но такие чуть чуть побольше вот такая очень хорошенькая но пока мы носим маски вообще нет смысла я и помада не пользуюсь и контуром для и карандашом не пользуюсь ничем не пользуюсь потому что нет никакого смысла и соответственно вот верхней губой я очень довольна тот скажем так та проблема то что мне не нравилось оно ушло но и ботоксом конечно же я довольна мимика моя сохранилась а действительно морщины они ушли и вот эти вот уже на коже продольные такие еще не сформированные но вот-вот они тоже разгладились потому что кожа она очень эластична как только вы убираете лишнюю мимику скорее всего ваше лицо и без скажем так из лишнего массажа и гимнастики она приведет приведет себя в порядок поэтому я очень довольна тем что я сделала но ведет они об этом видео о том что мне недавно пришло сообщение от этой клинике и мне сказали я на не могла бы ты приехать у нас к тебе предложение деловое коллаборации сообщим а я впервые моя первая жизни возможная коллаборация это первый раз когда ко мне обращаются не за рекламой таких писем мне приходит достаточно много и зрители на моем канале знают и я сама этим очень как блогер горжусь и скорее всего буду продолжать эту политику максимально долго на моем канале нет никакого product placement placement никакой рекламы и это делает мой канал очень ценным я сейчас понимаю что это действительно была очень правильная стратегия не кидаться на бартер не кидаться на не знаю 10 тысяч рублей за какую-то инкорпорацию так далее потому что мой канал уникален в плане своей кредибилита то есть люди знают что я не беру рекламу что я снимаю только то и только там и только тех где мне нравится где меня что-то привлекает что-то интересует и если есть что хорошо то я об этом расскажу а если есть что плохо то я тоже об этом расскажу хотя стараюсь быть максимально деликатным определенных моментах с кем не случается до какой-то прокол как например с макс мара вот я прям такие до сих пор думаю что это такое мне хочется чем впаду и зайти макс мара посмотреть а потому что в вероне я увидела вот эти дефекта которых рассказала прям такие в демонстрационном зале в торговом зале и мне интересно в макс мара падуя такая же ситуация потому что я считаю что это конечно брак в том что касается от так вот думаю что это все-таки дефект производства мне странно почему коллекцию не отозвали прям таки меня это как клиента возмущает потому что он действительно можешь заказать себе онлайн я в основном все покупки совершаю онлайн да не в основном все а все покупки в онлайн совершаю вот приходит тебе такая вещь вроде как и брак не брак но неприятно это висящая нитка который вроде как можно отрезать и еще не факт что возьмут обратно этот товар когда ты скажешь здесь брак вот нитка здесь торчит здесь висит то знаете все так очень деликатного особенности если вещь стоит не знаю более тысячи евро это вообще все неприятно и что я хочу сказать я получила сегодня точнее я получила до этого приглашения приехать но мне по телефону не сказали чего касается конкретно какой темы касается их предложение коллаборации но я могу предположить что это будет их будет что это будет не знаю может быть мне что-то бесплатное предложат попробовать об этом рассказать я не знаю пока возможно предложат то что мне и так показано не знаю там еще ботокс в лоб куда-нибудь в глаза опять же когда он перестанет действовать это все не важно а важно то важно то что мне действительно перезвонили помните я рассказывал эту ситуацию она для меня была такой достаточно конфликтный потому что я не стала молчать и сказала что вы прекрасно знали что я приеду снимать и как я буду это делать и что я буду снимать и что я буду рассказывать и соответственно вы могли отказаться от этой съемки заранее я потратила свой рабочий день приехала и ничего не сняла в итоге сейчас я жду мне прям такие интересно что же о чем же пойдет речь и соответственно обязательно я вам расскажу когда выйду и к чему я это рассказываю это не столько а ботоксе довольна я или нет теми процедурами которые я сделала это сколько вот все-таки о том когда в твою сторону плюют да вроде как не долетела и ты не знаешь сделать вид что ты и не понял что в тебя-то плевали ведь не попало же либо все-таки отстоять свою точку зрения корректно не выходя на конфликт не повышая голос никак и помните у меня была ситуация с риэлтором я на самом деле тоже его понимаю прекрасно многие были правы в комментариях сказали конечно я нам бросил трубку очень много звонят таким людям с какими-то рекламными предложениями что-то от них хотят они не хотят тратить свое время и он наверняка подумал что ты из их числа я на самом деле понимаю что скорее всего так и произошло но интересно видите и видео она была не о том что меня обидели я обиделась нет видео было как раз таки о том что я когда человек бросил трубку не дослушав что я ему говорю я посидела минуту подумала и тут же ему перезвонила и сказала что в общем-то не в его интересах не дослушать то что я ему предлагаю совершенно бесплатно учитывая тот потенциал который может иметь место кстати с этим человеком мы тоже работаем в ближайшее время мы должны поехать снова в холмы и уганские отснять одну очень интересную красивую виллу мы должны были это сделать месяц назад еще в феврале но я сама перенесла съемки на более красивую погоду когда природа начнет просыпаться небо будет синим и соответственно солнечного света будет много и любой объект он гораздо гораздо красивее когда много солнца и много света поэтому вот об этом скорее видео сейчас я нажму на кнопку стоп я приехала как всегда заранее и пойду спрошу чего же касается дела но это еще не все сегодня я несмотря на то что я не скажем так не в блогерской своей форме как это часто бывает я кстати решила что наверное с сентября то есть вот этого года с сентября я буду выглядеть так как наверное положено выглядеть фэшн блогеру потому что мой канал развивается очень в интересном направлении меня очень многие знают здесь на месте где я живу прежде всего потому что я отсняла для многих видео сделал это совершенно бесплатно людям было очень приятно что я оценила то что они делают что я что я оценила то что они делают что я пришла именно к ним а пришла я именно к ним потому что мне нравится то что они делают я являюсь и так или иначе потребителем того что они производят. Так было в случае с хлебом, так было в случае с панеттоной. Помните, я делала очень интересное видео, в случае с пиццей и так далее, и так далее. Скоро я буду снимать, как готовится паста вручную. Это очень-очень интересно. И, соответственно, меня знают, что называется, на районе, как человека, который вот действительно снимает то, что ему нравится. Делает это абсолютно бесплатно, никогда не ждет ничего взамен. И это очень, по всей видимости, многих подкупило. Ну и также меня начинают уже узнавать в Падуе, потому что теперь я всех останавливаю, кто мне нравится, и последние съемки я не получаю отказа. Поэтому, если раньше мне нужно было выглядеть очень-очень незаметно, чтобы снимать людей в движении, потому что я считаю, что когда люди, естественно, они наиболее красивы, очень многие, я сама, например, стесняюсь, если меня начать снимать, фотографировать, я не люблю позировать, я люблю быть больше по ту сторону камеры. Соответственно, скоро-скоро я, наверное, уже откажусь от образа незаметного фотографа, незаметного оператора, и буду выглядеть действительно так, чтобы люди, которых я остановила, прекрасно понимали, что действительно я могу оценить то, как они выглядят. И тоже так интересно, блог развивается мой по тому направлению, что, мне кажется, очень скоро станет просто-напросто престижно попасть в мой блог. Поэтому все мои русскоязычные зрители, вы можете гордиться. Мне кажется, на просторах Ютуба такого еще не случалось, когда ты делаешь блог в другой стране, и другие люди, другие люди ценят то, что они попали, так или иначе, в твой блог. И я думаю, что скоро очень это станет очень престижным. Стала себя нахваливать и забыла, о чем я хотела вам рассказать. Я хочу поехать в Пастичи Рию, где мне однажды уже отказали. И хочу заснять все-таки производство макаронс, потому что мне очень интересно, как вот такая вот печенюшечка миндальная может стоить 2-3, иногда 3 евро. И они продаются даже не на вес, то есть не килограмм, а именно поштучно. Вот столько. Вот такой вот объем у нее, вот такой диаметр, и она может стоить, не знаю, в районе 2,5-3 евро. Все зависит тоже от кондитерской, где все это было произведено. Там я не получила прямой отказ, но я не получила никакого ответа, а никакой ответ в случае, когда ты просишь разрешение на съемку, скорее всего, означает все-таки негативный ответ. Хотя, хотя, в фонда Кодейтедеске у меня несколько раз было вот такое молчание на обратной стороне, пока однажды я не позвонила. А, нет, не зашла в фонда Кодейтедеске, мне сказали, о, в понедельник мы вам собирались отправить письмо, съемка разрешена, и в фонда Кодейтедеске я очень горжусь тем, что мне разрешили там съемку. Я ждала съемку, разрешение на съемку, наверное, около трех месяцев, и думала, что все, мне уже никто не ответит. Ну что ж, все будет очень интересно, сейчас время подошло, я пойду узнаю, что же мне такое интересное предлагают. Ну что ж, мои прекрасные зрители, я вышла со встречи, и что я могу сказать? Мне предложили примерно то, о чем я и подозревала. С одной стороны, меня попросили о помощи, потому что все мы сейчас живем в непростое время, и пока, как мне сказали, клиника не имеет недостатков своих клиентов, и я верю, что это так, но люди боятся, люди, которые работают в этой клинике, боятся, оказалось, что это очень крупная сеть, я, кстати, не знала, ну, то есть не сеть, а просто несколько клиник, в том числе и пластическая хирургия у них есть, я не знала об этом, и, как оказалось, они подозревают, что в связи с тем, что завтрашний день он вообще непонятен никому, и как это все будет происходить, непонятно никому, они боятся, что, да, женщины перестанут за собой следить, то есть те, кто уделял большое внимание тому, как они выглядят, перестанут это делать, и могу сказать, что это действительно так, меньше покупаются губной помады, макияжи, красивые одежды и так далее, то есть это не только сектор бьюти, красоты и так далее, страдает, скажем так, от нашей неуверенности в завтрашнем дне. Мне дали на выбор, на самом деле, то, как я вижу, коллаборацию, потому что люди, конечно же, понимают, что я могу привезти новых клиентов. Это прежде всего люди, которые смотрят меня где-то здесь, поблизости, это регион Венетта, потому что за хорошим врачом ты приедешь и, скажем так, в другой город, и даже в другой регион. Ну и также, возможно, это так называемый бьюти-туризм, то есть будут приезжать люди из России, допустим, останавливаться в Абонатер, приезжать сюда 15 минут езды, либо, допустим, из Германии. Это все на самом деле очень реально, то есть это действительно клинике, которая будет сотрудничать со мной, может принести им огромный плюс. И мне предложили самую прозрачную, самый прозрачный способ сотрудничества, это когда ты приводишь клиента, ну либо он просто через тебя пришел, то есть ты не за руку его приводишь, он просто говорит, я посмотрел видео, мне нравится, как она выглядит, сделайте мне так же. И, соответственно, вот с этого клиента, в зависимости от того, сколько он потратил, тебе отчисляется какой-то процент. Процент, процент это тоже всегда оговаривается, это могут быть 10, 15, 20 процентов и так далее. И по поводу такого сотрудничества, я уже с ним сталкивалась, я много раз думала, я сразу сказала, что это не для меня, потому что отслеживать клиентов, которые пришли через тебя, ну это очень сложно, и по большому счету это невозможно сделать. Я сталкивалась уже с такой системой коллаборации, мне ее предлагали, когда я снимала в тех или иных магазинах. Но я всегда говорила, что я прихожу прежде всего туда, куда мне интересно, где, возможно, я сама что-то покупаю, покупала, либо купила бы. То есть вот пока это так, это полная свобода у меня имеется. Именно поэтому я люблю YouTube. YouTube тебе платит в зависимости от того, сколько ты выпускаешь, какого качества. А в Instagram тебе никто не платит, кроме как тех, кто заказывает у тебя рекламу. То есть Instagram блогерам не платят, поэтому я на YouTube и никогда не буду Instagram блогером. И я сказала, вы знаете, спасибо, но мне это неинтересно, потому что, ну и я объяснила, посчитать, сколько клиентов придет через меня невозможно. Говорить людям, говорите, что вы пришли от меня, это значит поставить под вопрос свою кредибилитатуру, то есть свой аванс доверия от зрителей, которые тебе его выдали и подписались на тебя, в том числе потому, что ты рассказываешь, как мне кажется, я всегда рассказываю правду и, соответственно, вот они на тебя люди подписываются, потому что ты в наше время неподкупный был блогер, да, то есть меня пока невозможно купить, возможно, просто много не предлагали, не знаю. И я сказала, мне это неинтересно, но, сказала я, это то, о чем я вам говорила до этого, меня вот, говорю, многие в моем городе уже знают, просто потому, что я снимаю для людей бесплатно и снимаю, потому что я, мне нравится, что они делают. Говорю, вы знаете, мне 40 лет, и я отдаю себе отчет, что я так или иначе должна к какой-то эстетической клинике, пластической хирургии этих всех процедур рано или поздно примкнуть, то есть я буду красиво стареть, и для этого я буду использовать все средства, которые, на мой взгляд, мне доступны, для меня подходят, и мне по карману. И я говорю, я в любом случае буду приходить в какую-то клинику, как блогер, который рассказывает, о чем ты на этом зарабатывает, я говорю, буду, конечно же, рассказывать о том, куда я пришла. И я им предложила все сделать гораздо проще, говорю, я все равно буду нуждаться в тех или иных процедурах. Говорю, каждый раз, когда я к вам прихожу, дайте мне возможность снимать, дайте мне больше информации, например, какие процедуры в Италии пользуются наибольшим спросом, как часто их делают итальянки. Я говорю, помните, я ведь к вам пришла первое видео снимать как раз-таки на эту тему, то есть про итальянских женщин, то, как они поддерживают свою красоту, свою молодость. Говорю, я не хотела даже снимать при себя, то есть это не об этом было видео. Я говорю, и все, пожалуйста, дайте мне скидку на те процедуры, а я говорю, знаю цены, эти цены есть на сайте, эти цены я вообще просто знаю, эти цены есть в округе, говорю, ну, кстати, в Италии в этом плане действительно все очень прозрачно, никто не будет тебе ставить 350 евро, чтобы потом сделать 50 евро скидки, и ты 300 заплатила, если в округе все за это берут 300 евро, допустим, да, то здесь в Италии все очень прозрачнее, говорю, дайте мне скидку, какую вы сочтете возможной, я все равно, говорю, к вам приду, потому что мне у вас хорошо, то, что вы делаете, мне нравится, говорю, более того, говорю, я уже своим зрителям рассказала, что к вам я пришла делать ботокс и ставить проволоку, как раз-таки потому, что вы, помнится, мне отсоветовали фракционный лазер, говорю, вы могли на мне хорошо заработать, говорю, я очень хотела подарить свои денежки, вы мне отсоветовали, так же, как вы отсоветовали мне ботоксу лоб ставить, объяснили, почему, отсоветовали действительно делать многие процедуры, объяснив, почему это мне не подходит, соответственно, говорю, если такое сотрудничество вас устроит, я в любом случае буду рада, спасибо большое, что вы меня позвали, что вы выдали мне этот кредит доверия, как блогеру, который может представлять вашу клинику, говорю, я также буду с вами искренне и честно, говорю, я бы все равно к вам вернулась, потому что то, что вы делаете и как вы делаете, мне нравится, поэтому, поэтому вот как-то так, я буду рассказывать, безусловно, о том, что я делаю, в ближайшее время я хочу сделать кое-что, обязательно об этом расскажу, если приеду в ближайшее время, обязательно запишу видео, ну и как-то так, если у вас есть какие-то вопросы по процедурам, пишите в комментариях, если я смогу на них ответить, спросив, безусловно, мнение специалиста, я обязательно это сделаю, на этом с вами прощаюсь, это была Ян Скорсова, всем пока-пока!